Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн и это игра Space Engineers. Последняя версия, которая вышла в Steam, в неё мы сегодня поиграем. Но как мы поиграем? Я вам расскажу о своей построечке, которую я сделал, поделюсь своими мыслями. Но для начала прям внимание, внимание, внимание! Для тех, кто профессионал в этой игре, я сообщаю, что я в этой игре полный профан. Я не умею в неё играть и все мои знания об этой игре это какая-то теория, другие видосики других людей или ещё что-то в этом роде. Если я что-то делаю неправильно, если я неправильно рассуждаю, как это работает, просто поправьте меня в видео. Я буду вам за это благодарен и очень искренне вас за это поблагодарю. Но если, ребят, вы будете относиться к этому категорически, это просто будет всего лишь моё к вам... Ну, не то, что неприязнь, негодование, потому что я этого не пойму, ибо я вас предупредил. Вообще, на самом деле, Space Engineers я уже давным-давно хочу снимать, потому что мне давным-давно об этом пишут. Очень многие пишут, типа, давай, Space Engineers, начни проходить и тому подобное. Но есть такие мысли, как, когда я начну один проходить, то мне кажется, в этом будут проблемы. Потому что я игру плохо знаю и буду тупить. А каждому этого человеку, который хотят увидеть меня на канале Space Engineers, они где-то уже видели Space Engineers и хотят у меня его просто увидеть, но в том же качестве. В профессиональном качестве. Что я вам дать не смогу. Поэтому напишите своё мнение в комментариях. Я обязательно прочитаю каждый комментарий. И как вы думаете, что же конкретно и как мне начинать. Это же видео будет посвящено вот этому устройству, которое я... Сейчас. Ой, что-то подвисло. Вот этому устройству, которое я создал. Это Slonik 2.0. Слоник, которого я разгромил на стриме с Аленкой. Да, это наша база, на которой я сейчас строю. Именно здесь я сейчас это всё строю. И я возобновляю слоника. Это Slonik 2.0, которого я сделал. Что здесь у нас присутствует? Во-первых, здесь стыковочный... Вот эта стыковочная часть стоит внизу. Потому что Slonik я угробил... Напомню, если кто не смотрел стрим. А если вы не смотрели, то обязательно посещайте. Угробил, когда пытался стыковаться вот здесь вот. То есть у нас был стыковочный... Стыковочный отсек сзади, да. То есть я пытался подлететь. Вот так вот подлетел где-то вот на этом уровне. Опустился. Ударился. Сломалось. Меня занесло. И я кабиной огрелся пол. И рвануло всё. Запись сломалась. Загрузиться не получилось. Slonik был потерян. Окей, окей. Всё, ладно. Мы там достроили. Но вот Slonik 2.0. Он уже готов. Он уже может добывать. Он уже рабочий. В данный момент. Поэтому внизу... Внизу я поставил стыковочный отсек. Почему? А потому что мы будем состыковаться... Смотрите. Здесь, здесь, здесь. Мы стыковывались каким образом? Прям подлетали жопой, да? Ну, попкой пытались присосаться. Не получалось. Здесь же мы... Смотрите, что будем делать теперь. Давайте включим. Отстыкуемся. И пошлите. Я вот здесь просто для тестов построил вот такую вот платформочку. Внизу. Внизу, да? Давайте вот так вот ещё сейчас развернём. Вот, видите? Видите? Видите вот эту площадочку? Давайте вот так вот. Так, вот так вот, по-моему. Сейчас ещё вот так приметимся немножечко. Включим наш стыковочный аппарат. Включаем. А, нет. Вот он включен. И пытаемся соединиться. Чпоньк! Всё, мы соединились. Видите? Я просто на него приземлился. Всё. Я могу даже двигатели выключить. Ну, двигатели, ладно. Двигатели всё-таки перестанет. Но стыковка произошла без проблем. Вы сами прекрасно видели. Ну, давайте отсоединимся. Вот. Пынк! Включаем опять стыковочный аппарат. Аккуратненько приземляемся. Чпоньк! Всё. По-моему, офигенно. Мы также можем парковочные места сразу зацепить. И вообще зацепиться. И как бы аппарат уже зацеплен. Он держится. То есть, по-моему, очень шикарно получилось. И здесь точно не будет проблем со стыковкой. Давайте пройдём по комплектации. Здесь у нас стоит 6, получается, тяговых двигателей. Атмосферники, да. 6 атмосферников, которые держат наш аппарат, наш слоник, да, на высоте. Чтобы когда в нагруженном состоянии, он мог всё утащить, всё, что нагрузил. Два инвентаря. Здесь стоят один реактор, две батареи. Реактор стоит большой. И две батареи. Возможно, они лишние. Но всегда можно их убрать и поставить ещё один инвентарь. Здесь уже такой технический момент, который я немножечко не понимаю. Стоит ли оставлять батареи или добавить ещё один инвентарь. Ну, в общем, вот здесь вот такие моменты. Здесь я не понимаю, поэтому я буду ждать ваших советов в комментариях. И также я потом с Аленой тоже посоветуюсь, когда подарю ей, так сказать, этого слоника. Дальше. Что у нас ещё есть? Я поставил между кабиной, получается, три гироскопа. Потому что на старом слонике, на первой его части, стоял один гироскоп. И, честно говоря, мне не очень нравилось. Потому что устройство, ну, как-то оно такое... И здесь, в общем, я поставил три. И вот оно так, оп, оп, видите, прям так реагирует. Прямо моментально практически. И это мне нравится больше, чем на том слонике. Потому что там как-то он всё-таки заторможенно это делал. Также боковые атмосферники, которые нас влево-вправо стягивают. Так. И которые нас толкают. Да, это один атмосферник и четыре маленьких. Также, которые нас будут назад толкать, здесь тоже один и три маленьких. В принципе, этого достаточно, чтобы двигаться. Почему не больше я не ставил? По два не ставил. Потому что, чтобы не дёргалось машина. Когда вы начинаете бурить, а это именно бурильщик, то есть добывать. Вы начинаете, ну, как бы аккуратненько, да. И вот, чтобы вот резких движений не было. Поэтому стоит не очень много двигателей. Тут не нужна большая скорость, мне так кажется. И стоит ещё три малых атмосферника, которые нас будут опускать. Ну, чтобы чуть-чуть побыстрее. Конечно, когда нагружен аппарат, он совсем быстро опустится. Но всё. Что ещё? Что ещё здесь? Здесь стоит вот такая вот штучка. Это извлекатель. Чтобы извлекать из всех инвентарей. Я уже проверял. И чуть позже покажу. Камень. То есть мы добываем какой-то материал. А камень у нас просто выбрасывается. Чтобы не загружать инвентаре. Вот и всё. Это, по-моему, очень шикарно. Что сейчас хотелось бы доделать? Внешний вид. Потому что я его начал делать. Вот видите, вот здесь вот. Такую вот задницу немножко. Так сказать. А декорировал. Хотелось бы вот здесь вот по бокам, да, сделать. Поэтому, наверное, я начну. А вы смотрите. Я постараюсь ускорить. Если не получится ускорить, то я покажу уже конечный результат. А если получится ускорить, то я вам покажу в ускоренной съёмке. А вы напишите потом в комментариях, как лучше делать. Конечный результат показывать или ускоренную стройку. Так, ребятки. Ну, я закончил. Я закончил, можно сказать, полностью, да. Потому что есть, конечно, некоторые нюансы. Есть некоторые моменты. Но вот так вот. Розовый слоник 2.0. Готов. Именно он раскрашен. Именно застроен полностью. И вот так он выглядит. Не знаю, конечно. Это моя первая работа. Во-первых, декора. Ну, то есть, обустройство корабля. Я попытался его не то, что максимально закрыть, а закрыть как-то так, как мне вот, ну, показалось симпатично, что ли. Как вообще смог, наверное, да. То есть, потому что всех возможностей этой игры я пока что не знаю. Всё постигну со временем. Так что, ну, вот как-то так. Полёт, полёт, вроде бы он летает так же. То есть, он не потерял, вроде бы, своих полётных качеств. То есть, по крайней мере, на мой взгляд, да. То есть, так скажем. Поэтому, ну, давайте сейчас попытаемся врубиться в скалу. У меня есть специальное место здесь, где я, так, тестил, так скажем, пробивание в скалу, да. То есть, и добычу. Поэтому давайте там как раз-таки и покажу некоторые нюансы, которые мне очень нравятся. То есть, это сброс лишнего груза, в частности. Кстати, сразу скажу, вот я как раз-таки сейчас подхожу. Я ещё думаю установить сзади прожектор, чтобы назад можно было сдавать. И камеру поставить, чтобы можно было назад смотреть, да, как проходить. Вот этот проход, в котором я как бы тестил и загрузку транспорта, и как он двигается. Также у меня есть сейчас кнопочка на кнопочку 3. Это дополнительные два прожектора, которые именно для включения буров, да. То есть, ну, чтобы вот как раз-таки, когда мы входим в какое-то вот такое место, да. То есть, мы могли бы включить и, так скажем, вбуриться. Давайте сразу, на всякий случай, с рабочими бурами, которые просто у нас расширят территорию, пройдёмся. И давайте глянем, что у нас. Вот, мы уже подходим полностью. И где-то вот здесь вот никель добывается, да. То есть, вот он, видите. И, в принципе, всё. Мы можем начать работать. Вот на такой высоте можно, наверное, начать. Сразу скажу, я не сильно специально записался на всякий случай, чтобы не потерять ничего. То есть, честно, если я сейчас разобью транспорт, чтобы не потерять. Так, ну, так, он у нас как раз-таки скидывает сейчас материалы. Давайте посмотрим, то ли он скидывает. Никель оставляет. Да, так и должно быть. Он вроде бы должен скидывать камень. Вон, видите, скидывать камень и оставлять никель. То есть, у меня сейчас на сброс стоит только камень, поэтому должно проблем не быть. Да, скидываются камушки. Отлично. Вот этот вид, конечно, прям потрясающий на самом деле. Жалко, жалко, если кто-то знает. Нету вывода, допустим, не видно, сколько я... Сколько загрузка общего контейнеров, да. То есть, если кто-то знает, как можно вывести на общую панель, так скажем, вот сюда как-то или еще куда-то, загрузку контейнеров, да, загрузку вообще общего веса, не знаю, или еще какие-то параметры, потому что вот здесь никаких параметров, кроме вот как бы нашего градуса, да, относительно горизонта. И все, больше параметров никаких нет, и это немножечко напрягает, на самом деле. То есть, можно работать только по горизонту, и это немножко мне, допустим, вот не очень нравится. Мне это неудобно. Я бы хотел больше параметров, я привык, чтобы было больше параметров. Поэтому, ребята, если кто-то знает, как это сделать, напишите мне. Ну, я обязательно прочитаю каждый комментарий и обязательно воспользуюсь вашей идеей. Также пишите, ну, как не знаю, понравился ли вам слоник, что можно было бы сделать по-другому в плане не декора, не внешнего вида, да, потому что уж все-таки у всех вкусы разные, да, по внешнему виду. А именно по технической части, расположение двигателей, как считать, сколько двигателей, на какой вес, как вычислять вес. То есть, и вот такие вот моменты, пожалуйста, напишите, если есть у кого-то, ну, какие-то идеи, а может быть, кто-то знает какие-то очень интересные моды. Вроде бы все нормально, вроде бы мы держимся, то есть, надо просто аккуратненько тут двигаться, и вроде бы все получается у нас очень хорошо. Хорошо, добыча идет отличненько. Так, вот единственное, что мы с вами неровно немножко стоим по отношению к, по отношению к главной линии, так скажем, то есть к... Блин, все, забыл, сбился, извиняюсь, все. Я немножко уже сонный, потому что это снимаю я уже ночью. Ну вот, давайте вот такое количество мы добыли, давайте посмотрим. Камень скидывается, у нас только никель. Ну, я практически, кстати, загрузил уже все, средний грузовой контейнер. Давайте вот так вот даже посмотрим, да? То есть практически все, средний грузовой контейнер осталось заполнить, и все остальное у нас скидывается. А, хотя, ну, сортировщики... Хотя еще, на самом деле, можно еще и загрузить даже в самих... В самих бурых нету практически, да? То есть, видите, они пустые. То есть здесь еще можно добыть и добыть никеля довольно-таки в большом количестве. Вот, где-то он здесь вот, да? Но тоже так, как здесь вот, видите, заросшей, да, травой, как бы, такая территория, то у меня проблема в том плане, что я не вижу, допустим, как и куда... Как и куда, допустим, копать больше. У меня вот с этим тоже проблемы. То есть из-за травы я не вижу, где этот ресурс, и приходится просто раскапывать все подряд. В этом, конечно, нет ничего плохого. Давайте, кстати, знаете, одну вещь проверим. Просто вот так вот сейчас по-быстренькому посмотрим, как у нас буры себя ведут. Я их не поранил, никак не поударил, потому что первые мои попытки что-то раскопать не увенчались успехом, потому что я просто расфигачил буры об скалу. Было и такое, да. Так, вот с этой стороны нужно смотреть. Блин, как же мне нравится вот это вот копание, вот это вот выгрызание какой-то породы, да, то есть... Это потрясающе на самом деле. Потрясающе. Также видите, что вверх-вниз я тоже могу крен давать. Двигателей специально большое количество стоит, чтобы это все поддерживать в нормальном, как сказать, крене, да, чтобы не сносило устройство в какую-то сторону. Ну и все, в принципе, можно даже спокойно мы можем попытаться развернуться. Давайте вот так вот. И спокойно мы уже попытаемся сейчас... Давайте с включенными бурами вот так спокойно можем выйти. На данный момент даже идет скидывание, да, то есть камень скидывается постоянно. Скидывается вот он из этой маленькой дырочки. Давайте я сейчас прилечу на базу и еще в конце раз, так сказать, покажу и скажу свои мысли. Ну что ж, я буду заканчивать. Слоник мне понравился. Вот этот слоник уже такой более качественный, по крайней мере. Я понял свои ошибки, которые были в предыдущем. И здесь я уже более модернизированно, так сказать, его сделал. Но вот единственный момент с камерой, добавлять, не добавлять. То есть можно прожектор вот сюда вот поставить, да. Можно даже два, которые бы освещали назад. Чтобы если сдавать назад или повернуть камеру, если нам это захочется, чтобы посмотреть, что сзади. Ну и просто камеру либо вот сюда вниз засунуть, либо вот сюда вот наверх посмотрим. Как будет у Алены. Потом спросить, когда я его ей вручу, этого слоника. Надо будет... Ну пусть она подумает, где тут камеру установить, как ей удобно. Также я себе буду такого уже в точь-в-точь слоника делать, чтобы парочку таких кораблей было, чтобы можно было, ну, в два раза быстрее добывать какие-то ресурсы, да. Но это уже за кадром я уже буду делать, конечно же. И если вам понравились такие видео, и если вы хотите вообще видеть на моем канале Скрап... Скрап-механик, хотел сказать, а? Space Engineers, если бы вы хотите видеть на моем канале, то пишите, пишите и обязательно ставьте лайки. Потому что я по всему этому и по вашим комментариям, и по вашим лайкам пойму, желаете ли вы этого. И, кстати, давайте наберем 400 лайков под этим видео, и если получится, то тогда точно я начну снимать Space Engineers. Всем всего, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok